День траура. Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. По всей стране в храмах проходят панихиды в память о погибших в страшной авиакатастрофе в районе Сочи. Самарцы не смогли остаться равнодушными к этой трагедии. У людей, которые приходят в храмы, на глазах слезы. На борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение, было 92 человека. 8 членов экипажа, военнослужащие, съемочные группы трех федеральных телеканалов. Глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени Александрова. Невосполнимая потеря – так говорят о трагедии, которая произошла ранним утром 25 декабря. Многие пришли почтить память погибших. Еще эти люди мне немножко знакомы. Я работаю в театре оперболета контролером. И два раза мне приходилось на их концерте побывать. И душа скорбеет, и болит за них. Это прекрасный коллектив. Я вчера смотрела новости, просто плакала. Я долго очень не могу успокоиться. Конечно. Вообще-то у меня был шок. Люди погибли как герои. Они таким способом боролись против терроризма. И, конечно, мне кажется, долг каждого человека, каждого христианина – прийти в храм и помолиться за их души. И вся Россия, и Самара, как один из городов крупной страны, сегодня скорбит, и весь народ, народ России скорбит о такой трагедии, которая произошла у нас в стране. Горожане сегодня несли цветы и к дому офицеров. В уголке памяти горят свечи, и рядом список из 92 имен. Из колонок звучат песни в исполнении ансамбля имени Александрова. В авиакатастрофе погибли 64 артиста – солисты, хор, музыканты. С военным ансамблем были знакомы самарские артисты творческого коллектива «Волжские казаки». Встречались на смотрах, конкурсах, фестивалях, вместе выступали в Самаре в 2010 году. Волжские казаки тоже выступали в Сирии перед нашими военными. На этом борту мы вылетали в прошлом году. И с Мимима, это где-то был конец ноября, летел борт во главе с командиром фамилии Волков. Веселые, нормальные ребята были, летчики. К сожалению, их уже нет. Вечная память всем ребятам, девчатам из ансамбля Александрова, всем другим нашим ребятам, военным, гражданским персоналам, летчикам и журналистам, которые с честью и достоинством несли флаг нашей Родины. Судьба уберегла солиста ансамбля имени Александрова Вадима Ананьева, нашего земляка, уроженца Куйбышевской области. Он не полетел в командировку, потому что недавно у него родился третий ребенок. Вадим Ананьев остался дома, чтобы помогать жене. Предполагалось, что концерт будет небольшим, и выступление не требовало присутствия всего коллектива. Я не полетел в силу того, что я отпрощился. По семейным обстоятельствам у меня родился ребенок, и, кроме того, еще двое детей маленьких. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Идет выяснение причин трагедии. В Москву направлен первый самолет с телами погибших. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.